Всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварям, веду ее я, зовут меня Виталий, все так же и неизменно. Сегодня готовим с вами кондитерский хит. Я говорю, что это хит не просто так. Торт Панчо это шедевр кондитерки. Друзья, компания Фили Бейкер озолотилась на этом торте. Когда-то они его запустили на рынок. Торт Прага, торт Тища Молоко, друзья. А в современности торт Панчо занял Пьедестал, это мое мнение. Не только потому, что их делают более 200 тысяч штук в месяц, а просто потому, что это действительно очень вкусный, классный торт. Еще один плюс в том, что в принципе этот торт делается достаточно просто. Вы поймете, друзья, даже несмотря на большое количество ингредиентов, сделать торт не так сложно. Я посмотрел в интернете информацию про торт Панчо, как его создавали. И на самом деле очень круто, что этот торт вышел не из каких-то там химических умов, разработчиков тортов, а он вышел просто с обычных кухонь наших бабушек. Вне всяких сомнений, фирменный секрет торта Панчо хранится где-то на задворках компании Фили Бейкер. Но я уверен, что мы с вами можем повторить, хотя бы приблизиться к фирменному вкусу от компании Фили Бейкер. Давайте попробуем. А сегодня у нас кухонный логистический спонсор. Волшебный уголок.рф. Это магазин специально создан для того, чтобы у вас на кухне был порядок. В этом магазине продаются такие вещи, которые позволяют сэкономить, а точнее оптимизировать пространство на кухне, использовать даже самые потаенные уголки. Например, вот такие вот выдвижные уголки. Такие уголки можно использовать практически на любой кухне. Или шикарные гладильные доски, которые можно спрятать в шкафу купе. Интернет-магазин мебельной фурнитуры. Волшебный уголок.рф, друзья. Переходите. Ссылка на этот интернет-магазин будет, естественно, под видео. Итак, для торта Панчо вот что потребуется. Торт состоит из четырех частей. Первая это бисквит, начинка, крем и глазурь шоколадная, которой покрывается торт сверху. Для бисквитного теста мы берем следующие ингредиенты. 200 грамм муки, 250 грамм сахара, какао-порошок 4 столовые ложки, чайная ложка разрыхлителя. И для бисквита нужно много яиц. Мы возьмем 6 штук. Естественно, для того, чтобы делать бисквит, нужна форма. Желательно разъемная, в ней удобнее всего это делать. Друзья, запаситесь формочкой. Теперь про крем. Крем в этом торте сметаны, друзья. Это большая вкуснятина. Для крема нужно вот чего. 400 грамм сметаны надо. Друзья, берите самую жирную сметану. 25-30 процентов. В общем, самую жирную, которую найдете, покупайте смело. Еще для крема нам потребуется сахар. 150 грамм мы возьмем. 200 миллилитров самых жирных сливок. В начинке используются фрукты и орехи. В классическом панчо используют ананас и грецкие орехи. В принципе, для начинки можно использовать какие-нибудь другие орехи и какие-нибудь другие фрукты. Вместо ананаса можно взять, например, консервированный персик. Это тоже будет круто. И, кстати, по-моему, торт панчо или санчо, какой-то из этих тортов, выпускался в том числе и с персиками. Я могу ошибаться. Компания Филипп Бекер, если вы посмотрите этот ролик, во-первых, напишите, в чем я не прав в рецепте, а во-вторых, прокомментируйте, использовали вы персики или нет, или я ошибаюсь. Но я думаю, ничего страшного не будет, если вы используете какие-нибудь другие фрукты. Ну и для того, чтобы торт сверху красиво полить, нам нужен темный шоколад. Возьмем 50 грамм и грамм 30-40 сливочного масла. Па-бам! Давайте сначала приготовим бисквит. В чашу миксера, а именно с помощью миксера будет удобнее делать этот торт, вбиваем все наши яйца. Яйца, кстати, желательно взять комнатной температуры, заранее их достать, чтобы они у нас поднагрелись слегка. И взбиваем минут 5-6-7, пока масса яичная не увеличится. После этого всыпаем сахар и взбиваем еще некоторое количество времени, пока сахар у нас полностью не растворится. В отдельной миске смешиваем муку, какао-порошок и разрыхлитель. Всю эту сухую массу желательно просеять и потом постепенно добавлять к яичной массе. Так как яичное масло у нас получилось достаточно пышное, то муку надо добавлять, друзья, и перемешивать все аккуратно ложечкой или какой-нибудь лопаткой силиконовой, не с помощью миксера. Потому что все, ради чего затеял взбивание яиц, канет в лету. Пузырьки все выйдут, и тесто станет у нас таким уныленьким. В общем-то, когда все хорошо перемешали лопаточкой или ложкой, у нас тесто готово. Теперь задача выпечь бисквит. Удобно выпекать бисквит с помощью разъемной формы, как я говорил, поэтому ее надо немножко подготовить, чтобы бисквит у нас намертво не прилип. Для этого на дно формы желательно положить пергамент. Я сейчас покажу, как это удобнее всего сделать. Края формы надо смазать сливочным маслом и припылить немножко мукой. Тогда бисквит не очень прилип. Форма готова. Теперь в нее переливаем все наше тесто и отправляем в духовку. Классическая температура для выпекания бисквита – это 180 градусов. Нам будет достаточно, в принципе, 30 минут. Но при любых раскладах надо бисквит проверять. Ни через 10, ни через 15 минут. Возьмите за основу 30 минут. Через 30 минут проверьте зубочисточкой. Если она у нас сухая, то бисквит готов. Если она выходит влажная из бисквита, значит, надо оставить еще, поготовить. Если вы сильно переживаете, что бисквит начал румяниться сверху, и вы думаете, что он подгорит, если вы оставите еще его готовиться, то сверху прикройте фольгой, к примеру. В общем, когда зубочистка выходит сухой из бисквита, он у нас готов. Не надо сразу пытаться его резать или как-то его использовать. Бисквиту надо дать остыть. Желательно бисквиту дать остыть на какой-нибудь решетке. Это важно, потому что если вы, например, переложите все сразу в тарелку, там образуется конденсат, и он станет потеть. Нам же не нужен потный бисквит, согласитесь? Если у вас нет решетки, то дайте остыть бисквиту в той же самой форме, в которой он выпекался. Самое классное будет, если бисквиту дать отдохнуть какое-то время. Лучше целый день. Или на ночь его отправить в холодильник. Утром бисквит будет намного вкуснее, чем только что приготовленный. Ну ладно, пока бисквит остывает, займемся кремом. Сливки. Холодные сливки из холодильника. Надо хорошенько взбить. Когда сливки взбились, сразу добавляем всю сметану. Сахар добавляем. И все еще раз взбиваем до полного растворения сахара. Чтобы сахар быстрее растворился, вместо сахара можно использовать сахарную пудру. Из остывшего коржа нужно сделать основу для панча. Это будет тонкий кусочек бисквита, который мы срежем с нижней части. Примерно один сантиметр. Этот тонкий корж надо положить на круглую тарелку, на которой мы и будем формировать торт панчо. И желательно сиропом от ананаса, который у нас остался, немножко его пропитать. Примерно 6-7 столовых ложек достаточно для того, чтобы пропитать этот тоненький корж. А что же мы сделали с верхушкой коржа, спросите вы? Мы из нее нарезали кубики. Да, такие небольшие бисквитные кубики. Именно из этих бисквитных кубиков мы будем собирать горку классического торта панчо. После этого мы смазываем корж нашим сметанным соусом. Грецкие орехи надо порубить немножко ножиком или воспользоваться блендером, но осторожно. Потому что нам не нужны орехи, перемолотые в пыль. Нам нужны орехи, которые будут все-таки небольшими кусочками. На смазанный сметанным кремом корж выкладываем половину орехов и половину ананасов. Естественно, если у вас ананасы кружочками, то их надо порезать. Перед тем, как выложить кубик бисквита, его надо окунуть в сметанный крем. Торт панчо это конус, поэтому каждый следующий слой бисквитных кубиков надо выкладывать чуть-чуть меньше, чем предыдущий слой. Когда мы покрыли очередной слой бисквитными кубиками, выкладываем половину от оставшихся орехов и половину от оставшихся ананасов. И так далее, чередуя орехи и ананасы до самого пика. Естественно, сверху торт панчо покрываем нашим сметанным кремом. Теперь надо сделать шоколадную глазурь, которая у нас, как я и говорил, состоит из шоколада и сливочного масла. Шоколад и сливочное масло надо до однородности перемешать, растопив на водяной бане, дать совсем немножко подостыть и полить сверху панчо. Конечно, круто это делать с помощью кондитерского мешка, но если у вас нет, друзья, просто полейте тортик и все будет офигительно. Естественно, торт панчо будет сразу не очень вкусный. Ему надо дать пропитаться. Пропитаться он должен не менее трех часов, поэтому убираем его в холодильник и занимаемся какими-то своими делами. Желательно в это время не думать, что у вас там стоит вкусный тортик, потому что вы захотите его сразу же сточить. Вот и все. Согласитесь, не так-то сложно. С вами была передача по кашеварям. Всем пока и до новых встреч. Тебе понравилось? Будешь еще? Да. Что, вкусно? Он такой сакаранный. Да? Да. Тебе понравилось? Да. Он сакаранный. Да. Сакаранный он такой. И не забывайте участвовать в кулинарном конкурсе, который идет в группе ВКонтакте. Переходите по ссылке, она будет под видео. Выкладывайте свои рецепты и, возможно, именно ваш рецепт окажется в передаче по кашеварям. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!